Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Россия теряет свои позиции дипломатические, военные, не только в плане противостояния с НАТО, где по ней просто, собственно говоря, проехались как по асфальту и не заметили. То есть мы прекрасно видим, что НАТО пошло на расширение. Швеция, Финляндия, вот сейчас турки уже в парламент послали закон о признании Финляндии членом НАТО. С Швецией там другие моменты, но она тоже будет членом НАТО. Во всяком случае, ей уже дали военные гарантии. Так что все нормально. И Путин, получается, который хотел, чтобы НАТО откатилось до границ 1997 года, получил НАТО, еще тысячу километров границ с НАТО через Финляндию. Это, конечно, многоходовочка та еще. Но не о НАТО пойдет речь, лишь пойдет о том, что точно так же Путин и его Московия теряют сейчас свое влияние в бывших постсоветских странах. То есть, прежде всего, это Армения, Таджикистан, Киргизия. Ну и анклавы, отобранные у Грузии, которые являются, конечно же, территорией Грузии. Это Южная Осетия и Абхазия. Почему? Смотрите, дело в том, что расисты были вынуждены, терпя поражение в Украине, они были вынуждены практически из всех этих территорий забрать то ли все, то ли существенную часть своих оккупационных контингентов, которые там находились. И в настоящее время эти контингенты уже давным-давно, еще летом были перемолоты в Украине. И, скажем так, частью просто уничтожены, частью пришли в негодность или, скажем так, в небоевое состояние. Это мягко говоря. То есть, о какой-то цельности этих боевых единиц уже, конечно же, не идет. И вы что думаете, этого никто не видит? И этого не видит та же Армения, например, что в России не осталось боеспособных соединений, что они вынуждены были из Карабаха там тянуть войска воевать на Донбасс? А вы думаете, только поэтому? Или, скажем так, почему тогда Армения отказалась от главенства в АДКБ? Почему она... Вот кот не даст соврать. Не даст соврать, да. Почему Армения так наплевала на АДКБ? Да потому что она гроша ломаного не стоит. Пока Россия пыжилась и показывала из себя вторую армию мира, пока эту вторую армию просто не вывели на чистую воду, что называется, действительно ДКБ было там, ну скажем так, частично привлекательных для таких, как Такаев, для такого, как Пашинян и так далее, и так далее. Не для весьма узкого круга, но вот для них это имело какую-то там привлекательность, потому что в определенных условиях могло сыграть определенную роль. А когда все увидели, что на самом деле король-то голый, что российская армия не стоит ломаного гроша, что Европа откровенно смеется над ними, Турция смеется, Штаты вообще не принимают их в расчет, а Международный уголовный суд выдал ордер на арест подсудимого подследственного Путина, то тут уже дальше говорить о какой-то военной мощи Россиюшки и о том, что они могут где-то что-то обеспечить, какой-то порядок, становится просто смешным и неприличным. В результате, вы увидите, мы увидим кончину так называемого ДКБ, в котором останется только Путин и его вассал Лукашенко, но который с ним находится в одной корзине, и понятное дело, что не будет одного, соответственно, не будет и другого, причем очень быстро. Слава Украине! Продолжение следует...